Я так хочу Чтобы маленькие возрасты Удивительные звезды Дарили свету Лето, а лето Где нас взросло Лето, а лето Дамы и господа, Господи, как мы рады снова вас здесь приветствовать! Встречайте, чемпион независимый Федерации Рестлинга Константин Лопатко! Добро пожаловать на очередные записи Шоу Удара На очередное шоу Вместе с вами Крэмери Фред Ян Игнатов И, безусловно, чемпион НФР Константин Лопатко Этот удар будет лучший, потому что начинается с чемпиона Но! Но-но-но-но-но! Так, ты идиот, не хлопай! Идиот! Да, я вижу идиотов от всех! Давайте так, мы не будем затягивать И, я нашел оппонента для Александра Поэтому, эй, красотка, объяви это дерево первым, пожалуйста! Мы передаем приветы нашей анонсерше Будем надеяться, что она профессионально объявит Дерево Цитируя Константин Лопатко Вакансия на Headhunter Анонсер по представлению деревьев Просто представь на секунду Следующий матч будет боем один на один Встречайте первые участники этого матча Из города Королев Весом 110 килограмм Александр! Что ж, Александр заявил о своих претензиях На тяжеловесное чемпионство Москвы Чемпионство НПР в целом Да, безусловно Да, да, да Чемпионство НПР, да И, безусловно, ждем, ждем Кто же будет его оппонентом сегодня? Но, учитывая то, что оппонент ему выбирал Константин Лопатко Я вообще не жду ничего хорошего Потому что это может быть кто угодно Либо бывший чемпион Либо тот достаточно жестокий Для того, чтобы Александр не дошел к вам Хватит, хватит этой чертовой музыки! Она у Илэр! Не самая плохая поступка Смотри, не пьерни! Да! А мне скучно! От твоего оппонента объявлю я! Потому что она ни хрена хорошо не справляется Ну... И встречайте оппонента Александра Самый отбитый Самый долбанутый человек У которого очень крутая дача О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о-о! С прямиком из Янки! Ну, самый токсичный боксик вместе с своей чинователем женой Алексей Хитрык Ничего себе оппонент для Александра Это Алексей Хитрык Это бывший первый претендент на тяжеловесной чемпионской НПР Это один из амбассадоров российского ультравайланса Это человек, на даче которого происходит лютое безумие Которым потом пишет пресса И там прям жесть творится периодически Это полная жесть Это просто именно короткий песок Да, безусловно И это один из самых жестких ударников Мастер Муай Тай, это Алексей Хитрык Да, 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 Алексей Хитрык мы последний раз видели на шоу Новогоднее безумие, где мы видели незабываемое противостояние Алексея Хитрык И Дайанг Санчел Один это бой по обычным правилам до удержания Сам Мишина или дисквалификации, либо же отсчета Но Алексей Хитрык это король ультравайланса Это король хардкорных боев Насколько сегодня Алексей Хитрык подошел к подготовке в этого боя С точки зрения понимания, с кем он сталкивается С Александром, с бывшим чемпионом Москвы С одним из самых больших, одним из самых атактичных рестлеров В независимой федерации рестлеров Да, это правда так, не стоит, конечно же, все еще спешивать Хитрык ни в коем случае Со счетов Александр, мощь, сила, машина Называется, как хотите, но хитрык Хитрык сейчас с различнейшими оппонентами Он знает, как работать против очень отличающихся друг от друга оппонентов И по технике, и по навыкам И прямо сейчас оказываются на Апроне оба В очень опасном положении Действительно, Апрон, самая жесткая часть За пределы ринга, господи Это суплекс, за пределы супер-пупер-плекс Матерь божья Что за жесть Если бы это был тот мальчик, в котором обычно сражаются хитрых Там бы еще было бы кочек колючей проволоки и всякого прочего Да нет, ты знаешь, без этого это просто жестко Без этого приземлиться на маты, на тоненькие маты за пределы ринга Это крайне болезненно Погоди, разгон, ты посмотришь, да, хитры Еще один прыжок Это было что-то на уровне невероятной экскурсии Планчи, а? Это вот после Ты знаешь, Алексей Хитрык только что меня заткнул к вопросу о короле Ультрафайланса Как интересно он подошел к одиночному бою Просто, ну, пожалуйста, убийственные Убийственные приемы И использование любого, да, так сказать, вокруг себя оборудования Чтобы нанести, а твоя интонация абсолютно не меняется После того, как Александр только что влетел спиной В позицию ножа пожарников в чертову кирпичную стену Да, это бой Алексея Хитрык У меня здесь самая спокойная интонация должна быть в целом Понимаешь, ну, то есть это, ну, это цветочки Ну, то есть Это цветочки, вот этот чоп глухой по груди Александра, это цветочки Да Вот и прорезался твой истинный голосочек Вот после этого-то чопа еще одного Как это больно, господи, хитрык Алексея Хитрык Просто жесть Ну да, это было достаточно жестко, хитрых у нас зачем-то лезет Так, и... Под ринг Отличный апперкот сейчас А был, и... Расследов продолжит работать на этом ринге Пожалуйста На опрон приземляется спиной Посмотрим Что у нас будет дальше Удар по спине Какие жесткие удары от Александра Да, Александр тоже умеет работать очень жестко В первую очередь из-за того, что у него мощь и сила просто колоссальные, но... Это самая моща и антропометрия в одном, в одном Понимаешь, это все сложилось? Хитрык снимает футболский просьб, а Александр повторит еще раз Потому что никто в этот чоп не поверил Ой! А вот в это, поверить вполне себе можно было Звук не такой крутой, но сила была в нем вложена колоссальная Вот именно Так-то я понимаю, чоп хитрык складывается пополам за пределами ринга Но рефери все еще ведет отсчет, как бы эти двое не забыли Что все-таки матч должен закончиться у нас на конвайсе А не под ним рядом с ним или где-нибудь еще. Но главное, что Александр все стоит сегодня на кону. Потому что если он не проходит Алексея Хитрых, то безусловно никаких расчетов на чемпионство независимой федерации рестлинга не может быть. Так, а что происходит? Что у нас тем временем происходит? Посмотри. Александр готовится. Драк! 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 Какая дик! Драк! 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 Это не дичь, это жесть. Это жесть, это независимое федерации рестлинга. Это независимое федерации рестлинга, безусловно так. Дамы и господа, подпишитесь, подпишитесь, поставьте лайк, комментарий, ей безусловно колокольчик. Все для вас здесь такое можно увидеть только в НФР. Александр закатывает хитрых обратно на ринг. Наверное, готовится к очередной очень мощной атаке. Да, да, да. Судя по всему... Ой-ой-ой, это... Пытается... Пытается выйти на пауэрбомбу, что это... Что это... Это не просто попытка распятия, но... Господи, это, знаешь, кельтский крест своеобразный. Ну-ка, что дальше? Хитрый, потому что пожарника. Александр... И... Нет, Дэд Вэлли Драйвер не проходит. Александр выкручивается. И... Обоюдный клоуслайн. Прямо посреди этого ринга. И... Видимо, темп у нас на некоторое время упадет, потому что... Боже, как же они хотят убить друг друга на этом ринге. Да, да. Хитрый, в принципе, накануне стоит ничего. Он просто любит жестокость. Он просто любит избивать людей. Это его хуйзовы. И крутые вызовы он также очень любит. И еще один бросочек. Коллега, ты же видел футболку Хитрых? Я люблю бить людей. Да, 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 да. Это правда. Полностью отражает все его содержание. Сейчас надо... По нему не видно, да, что... Он любит бить людей. Ты посмотри, какие удары. Какие удары от Алексея Хитрых. Разгон. И что? И сам он дроп от Александра. Причем какой амплитудный и мощный. Он всем корпусом сам также приземлился на своего оппонента. Но, мне кажется, его силы немножко покинули. Ему нужно поскорее прийти в себя. Иначе победы ему в этом бою не видать. Зрители поддерживают, безусловно, Алексея Хитрыха. Очень рады появлению Алексея в стенах независимой федерации рестлинга. Не часто он заезжает. Но когда заезжает, это каждый раз праздник рестлинга. Сколько у нас за последние недели появлений, возвращений и различных событий, которые происходили в независимой федерации рестлинга. Просто потрясающе, на самом деле. Да, безусловно. И гости с северной столицы, и недавние дебютанты, и новые подписанты, и много чего другого. И поэтому вам стоит посмотреть, что там было. Там было очень интересно. На ринге все еще полностью доминирует Алексей Хитрый. Да, да, да. С другой стороны, прикинь, какой это будет неожиданный поворот, если Хитрых после победы над Александром. Если он победит Александр, он сам станет первым президентом. Он сейчас находится на третьем канаде. Ай-яй-яй, ты видел, как он влетел двумя ногами. Господи, это было... Это было очень опасно. У него, по-моему, пошло вбок. У него, по-моему, одно из... Как он теперь будет ставить? Посмотри, как у него шатают сто ноги, и... Отличный бомб-кик в исполнении Александра. Да, безусловно, отличный удар. Я боюсь закаления Хитрых прямо сейчас, потому что... Мы видели всякие видео, как люди, которые неудачно приземлялись на ринг, потом... Как они травмировали себя, и, возможно, с Хитрым произошло примерно то же самое. Александр! Что это такое? Ты посмотри. Так и шутка. Страшно будет. Один, два, и три. Александр одерживает победу в этом матче. Это означает то, что он проходит дальше и потенциально становится первым претендентом на чемпионате. Победитель этого матча! Александр! Александр, так сказать, выполнил обещание и справился с той задачей, которую поставил перед ним наш чемпион, чемпион МФР Константин Лопатка. Ну, действительно, все обещания здесь как бы соблюдены. Александр не бил Лопатку до этого боя, он победил в этом бою. Ну, а вот, кстати, наш любимый чемпион, задумавший, что это, видимо, нехорошим. Ничего хорошего. Ничего хорошего, ничего хорошего. Радмист! И, безусловно, Александра. Костя здесь не оставят Константин. Лопатки проводят киллсвич. Да, очень часто начала у нас Лопатка пользоваться вот этим вот красным туманом. Мне кажется, то, что даже на зимнем броске он применил... Какой-то хитрый! Потрясающий, потрясающий Dead Valley Driver. А ведь травмированный шею Александра. Да. Они продолжают работать на его шею. Да, 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 Александр долгое время восстанавливался, вернулся только на шоу зимний бросок. И вот спустя несколько недель он вполне может быть и дальше травмирован. А у Константина Лопатки, ты знаешь, большие союзы, большие напарники и большие союзники. Что ж, друзья, двигаемся дальше. Это еще интересное начало сегодняшнего выпуска «Удар». Да, будем надеяться, что Александр успеет восстановиться, хотя все-таки пройдет время в бою с Лопаткой. И ему помогают службы охраны покинуть этот ринг. А мы действительно постепенно движемся к следующему бою сегодняшнего вечера. А смотрите-ка, кто явился в очередной гости северной столицы, уже одержавший одну победу в стенах НФР и, видимо, готовый сделать заявление по поводу того матча, который у него был не так давно. Вердей Сафиуллин. Он победил бы Иоанна Христофоровича в матче 1 на 1. Конечно, там определенную роль сыграла травма рефери, которую мы все еще желаем здоровья нашим рефери. И надеемся, что они будут реже стоять в углу в непредсказуемые минуты. С другой стороны, на ринге нужно быть готовым ко всему. Ко всему быть абсолютно готовым не всегда можно. Так или иначе, Сафиуллин на этом ринге что же он нам расскажет интересного? Да, согласен. Не так давно прошли записи удара, на которых Сергей Сафиуллин победил Буяна Христофоровича. Я одержал свою первую победу в независимой федерации рестлинга. И я не планирую останавливаться. И я вышел сюда, чтобы бросить новый вызов. И моим следующим оппонентом будет... Такс, а вот кто хочет стать следующим оппонентом Сафиуллина. Я сомневаюсь, что Буяна Христофорович так легко отпустит всю ту ситуацию, которая происходила с Сергеем Сафиуллиным за последние недели. Да, безусловно. Он просто так на этом ринге сейчас не оставит того человека, который вмешался в его... На кухне молодых талантов он не оставит человека, который выиграл исключительно из-за того, что Рэпи был отвлечен. И Буяна Христофорович просит микрофон. Интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ещё раз всем добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ Люди добрые, вы уж простите меня за этого Петрушку. То, что он родился юродивым и несёт какой-то окуянный бред. Ну, что ж поделаешь-то? Люди простят и Бог простит тебя, как говорится. Насчёт следующего вызова. Ты утверждаешь, что ты совершил победу. Завоевал победу. Два раза ворвавшись в мой матч и один раз победив нечестно. И это честно, ты думаешь? Ты думаешь, ты достоин нового вызова? Следующим твоим вызовом буду я. И это уже будет очень и очень честная битва. Ты готов мне дать ещё один бой? Есть одна очень мудрая фраза, когда говорят, что победителей не судят. Ну и не суди меня за мою победу. Повторюсь, ты проиграл. Но ты молодец и стараешься. И ты хочешь доказать, что ты чего-то стоишь. Это похвально. Поэтому я отвечу тебе «да». Давай проведём ещё один матч. Я не знаю, когда он будет, но он произойдёт. И будь другом. Постарайся учиться на своих ошибках. Готовы ли два потенциально непримиримых оппонента пожать руки, тем самым договорившись о следующем бою? Действительно, они жмут руки друг друга. Это означает то, что в бою быть! Ага. Учись на своих ошибках. Вот что сказал Сергей Сибирь. Ты знаешь, похоже, он учится. Буян Христофорович всё понял. Это вы, басурмане, не учитесь в твоей кошельках. Вы разозлили русского билетия. И в следующий раз ты узнаешь, как тяжела шапка Мономаха. Что ж, блинный эпос Буяна Христофоровича в стенах НФР пишется. Дальше, да, сказка складывается. Для Сергея Софиулина это не значит ничего хорошего. Ну, Сергей, с другой стороны, хотел разозлить, чтобы расперепел, мне кажется, Буян Христофорович. Но сам, в общем-то, и напоролся на то, за что боролся. Вот и всё, дамы и господа. Такими стихами пойдёмте-ка дальше. Мы возвращаемся обратно на ринг независимой федерации рестлинга. И у нас ждёт бой, очень заряженный молодыми талантами, потенциально позволивший одному из них в будущем претендовать либо на титул, но на титул. Титул Москвы. Матч четырёх углов на выбывание. Встречайте, первый участник этого матча из города Москва. Молодой лев, Асёк Макаров! Завоевать не просто победу, а победу в матче на выбывание. Это означает то, что он останется лучшим среди четырёх. Это будет очень круто. Да, да, да. Бывший чемпион в лёгком весе независимой федерации рестлинга. Один из крутейших технарей на этом ринге и четырёхсторонний элиминейшн. Матч очень крайне, очень интересные правила. Ну и какие оппоненты! Встречайте прямиком с Лосино-Осковского района. Роди! А вот этого парня мы не видели в матчах конкретно. Давненько, уже больше месяца. И он появляется здесь, на этом шоу, в этом четырёхстороннем матче Роди. Да, около месяца последнего появления было на шоу «Зимний бросок» в шестистороннем матче за легковесное чемпионство. А нынешний матч будет рейтинговым, потому что следующие его оппоненты вообще не вкладываются в легковесную категорию. Встречайте, из города Москва весом 87 килограмм Алексей в чрезвычайное происшествие МПР Чабуанов! А вот, ты знаешь, в этот момент становится всё максимально чрезвычайно жёстко. Человек, который владел командными чемпионствами Независимой Федерации Рестлингов в составе команды «Доп Бизнес» и человек, который совсем недавно боролся за главный титул нашей компании против Константина Лопаткина, но всё же не получилось ему забрать титул себе. Меня пугают, последний участник этого боя. На самом деле пугают. Он тебя не первый раз пугает, я тебе хочу сказать. Ни одного тебя. И ни одного? Ни одного меня и... Я боюсь, ну, что ЧП и... Как бы чрезвычайные происшествия и естественные, скажем так, обстоятельства это не самая страшная вещь. Некоторые люди, возможно, люди куда страшнее. Я не знаю, куда бежать роде. Четвёртый участник этого матча, встречайте, Брус! Это, ну, что-то, что досталось потустороннего мира. Это, я не знаю, это, может быть, какой-то провалившийся эксперимент над человечеством, ты мне скажи, пожалуйста, который стал в итоге вот этим созданием. Да, провалившийся эксперимент профессора Эйзенхарда, по-моему, из питерского промоуша. Да, 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 да. А мы и не знали. Ну, так или иначе, это... Ну, надо спросить у него, как-то связаться с ним, обсудить. Не потерялся ли один из пациентов? Некоторое время назад мы перестали спрашивать, звонили из Шаушенко, ли пора бы задать эти вопросы снова. Что ж, четырёхсторонний элиминейшн матч. Дамы и господа, расскажем вам, что это значит. Действительно, матч на выбывание. Это означает только одно, что в этом бою побеждает последний рестлер, который останется на ринге. Матч может... Вы можете эллиминировать своего противника, либо же по удержанию, либо по сабмишину. А ты обращал внимание на одну вещь, то, что... Господи, какая жесть. Сулаки не могут пробить эту тряпичную маску Брута. Как бы она ни была не просто тряпичной, потому что хэтбат у него чуть ли не нокаутировали. И сейчас ЧП, которому необходимо отдохнуть за рингом. А прямо сейчас на ринге у нас, если можно сказать, отдыхает Макаров. А там все уже отдохнули, если честно. А вот Брут начинает только разгоняться втроём. Его забивают. Артём Макаров. ЧП. Потому что у них нет выбора. Потому что я даже не могу представить, иначе они могут справиться с ним. А так вот, по поводу... По поводу эллиминейшн матча, по поводу матча на выбирание. Это означает то, что когда первый участник матча выбивает, у нас остаётся три участника. Дальше два, а дальше победители. Прямо сейчас у нас, однако... Да, такие матчи на самом деле не сильно чисты. Обычно, но НФР в последнее время их любит. И последний поединок мы, например, наблюдали в подобном формате. В финале Кубка Молодых Талантов. Господи, какая жесть. Очень жестоко, безусловно. Мне кажется, что Джоу Брейкер, видимо, прошёл каким-то образом. И пытаются хоть как-то все участники этого боя побороть Брута. Странный феномен в виде Брута. И двойной суплекс. Нет, не проходит. Я не знаю, двойной что-то. Нужен тройной суплекс. Похоже, да. Похоже, они говорят, тройной суплекс. И в итоге помогали с этим. И, наконец-то, смогли что-то сделать против Брута. Брута последний раз выступал в последние недели. Если я не ошибаюсь, на прошлой неделе его видели. В командном матче. Который мы с тобой не забудем никогда. Никогда. Никто из нас не забудет. Так хотелось бы. Так или иначе, Родина третьем канате. И это... Сентон. На Брута это один. Это два. И два у нас есть. Первый выбор. Ничего себе. Брута выбор из матча. Ничего себе. Я так... Только вот большой вопрос. Что дальше? Ты знаешь, я как-то удивлю. Такая махина в виде Брута. Оно на некоторое время сплотило, ребята. Однако у всех участников боя есть свои интересы. Макаров очень интересный выход на удержание. Но до двух. Только до двух. Да, действительно, остается только три участника данного боя. Но теперь уже, когда нету какой-то вот этой большой силы, которую боятся все трое-трое участников данного противостояния, теперь есть другое. Это эффект неожиданности. Эффект неожиданности, который будет преобладать в этом бою. Нужно помнить, нужно иметь глаза не только у себя на лбу, так и на лице, а нужно на затылке в том числе. Для того, чтобы понимать, где находится твой третий оппонент, когда ты полностью концентрируешься на втором. Роди влетает сразу же в Макарова. Макаров передает Роди ЧП. Однако у нас сайдслэм не проходит. Вместо этого реверс за реверсом. Локоть у нас пропускает ЧП. Разгоняется Роди апперкот. Судя по всему, эти двое теперь будут работать против другого, существенно более массивного оппонента. Двойной обратный локоть от чрезвычайного происшествия. Русского райсенборда. Да, Алексей ЧПЧ-планов. 22-й год у него был действительно довольно, мне кажется, довольно конструктивным, довольно золотым, потому что был командным чемпионом независимой федерации России. Не забываем, что он был обладателем Кубка, одного из, которого он заработал в 2022 году, и чемоданчика, который давал ему первопретендентство на любой титул, как раз таки, который он проиграл, к большому сожалению, начал год за здравие, закончил больше за упокой. А зачем он возвращается? Он кинул стул ему прямо в лицо, вроде который пытался вылететь. А дисквалификации что? Да нету, нету никаких дисквалификаций. И все, лицом в канвас. Спасибо, пожалуйста. Похоже, нужно, ну, сейчас, нужно кого-то, ну, хедбаты один за другим. Все, супер, ну, суперубиение от Брута на этом ринге. СБ смог уговорить Бруту уйти с ринга. Я не знаю, надолго ли. Интересно, есть ли у него, не знаю, в трудовой книжке пометка «Дрессировщик Брутов». Просто он смог его отговорить от того, чтобы он еще дальше избивал Роди, но, тем не менее, Роди все, Роди... Ты знаешь, я бы на том месте так не высказывался жестко. Потому что дрессировщик Брута, он тебя найдет и повторяет, я тебе честно скажу. Постой, постой, они на свои порешили, кто у тебя же Роди на один. Все, все, там нужно это два, это три. Все, да какая разница? И там уже, кто будет удерживать на Роди, не иметь никакого значения, потому что Роди полные, полные отключки после атаки Брута. И теперь два последних участника этого боя, Алексей Чапланов и Артем Макаров. Кто же из них получит очередную победу в свою копилку? Кто не смотрел прошлый выпуск, дамы и господа, никогда не поймут этой шутки. Я уже думал, ты скажешь, никогда не смотрите, но посмотрите обязательно, потому что бои там были крайне зрелищные. Но мы возвращаемся на ринг, где у нас ЧП вот таким вот хайбутом. И продолжает свою атаку вот таким вот леретом, который буквально втрамбовывает Макарова в конвас. Да, да, да. Сейчас посмотрим, что еще хочет сделать Алексей ЧП. Чапланов отличный клоузлайн в угол ринга, набирает снова скорость. И влетает он, казалось бы, уже на Артема Макарова. Но ну-ка, Артем до сих пор в стоящем нокауте или так дауне. Он сейчас уже и бунь-дог от Алексея Чапланова. Связочка сработанное, удержание, но только до двух. Представь себе, что победа в этом бою значит для обоих. Им всем важны победы сейчас. Макарову важна победа, поскольку он, я уверен, хочет вернуться в титульную фангу. ЧП хочет реабилитироваться после достаточно досадного поражения на зимнем броске. Макаров, разгон. Да. Какой мощный дробь, кик прямо в челюсть. Чем же он продолжит? Сэрл! Вот это молодой элев, вот это потенциальное будущее НФР. Вот отличная работа, но ему необходимо поскорее довести дело до конца. Знаешь, у обоих спортсменов, у обоих рестлеров есть желание реабилитироваться, как ты правильно сказал. Алексей Чапланов, ты прав. Он было очень обидное поражение на зимнем броске. И последние месяцы еще и потерял чемоданчик, а Артем Макаров так и не смог выиграть Кубок Молодых Талантов, в которых он тоже участвовал, что также для него крайне обидно было. А тем временем Чапланов начинает забивать Артема Макарова в углу ринга. Тен-панч один за другим пропускает у нас Макаров, он смог найти возможность немного навременно реверсировать обратный локоть прямо в челюсть у нас получает. Алексей Чапланов, Макаров на клоузлайн. И ответный клоузлайн сразу же от Молодого Льва. Ну-ка. Чапланов пока что пролее проседает под рукой. И Макаров отлично отвечает ему. Да, отлично работает в своей гире, в челюсть не пускает Чапланов. Но оба практически полностью исчерпали себя. Им необходимо скорее что-то с этим сделать. Да, на, Алексей. Чапланов пока что должен как-то проходить в себя как можно скорее, как можно быстрее. Это факт. Но ему крайне тяжело. Макаров принимается первой на ноги. Талкивает своего противника, набирает скорость. Клоузлайн не получается. Немецкий суплекс. Это не был не просто немецкий суплекс. Это был, мне кажется, Тайгер суплекс или Фул Нельсон суплекс. Потому что та манера захвата, которая у него была, немножко отличалась. От обычного немецкого суплекса. Положь пожарник. Талкивает и спайн-бастер от Артема Макарова. Но и разгоняет он немножечко зрителей. Но необходимо ему скорее вставать и доводить матч до победного. Потому что, мне кажется, мы все как раз подходим к финишной черте. И я скоро уже определиться победителем. И я жду не дождусь, когда это реперем. О, какой дититый видит. Это жесть. Это дертелиться. Это уже не имеет значения. Это просто был конец. Андерхук дэйси действительно был крайне эффективным. Макаров все еще каким-то образом держится. Держится за ниточку, за веревочку. Не хочет он терять победу. И отвечает ударом по корпусу. Да посмотри Брэйн Бастер. Прямо на лысую голову свою приземляется Алексей Чапачефланов. Очень опасный прием И Артем Макаров Очень долго, мне кажется, полз Для того, чтобы удержать своего противника Долго восстанавливаться Так оно и есть Алексей вырывается А вся арена НФР поддерживает Чепланова Потому что они хотят потенциально видеть его победителем Но ему необходимо Как-то реверсировать вот этот прием от Макарова У него это выходит Посмотри, посмотри, что он делает Почти получилось Макаров Бэкстабер От Артема Макарова Очень жесткий прием В область позвоночного столба удержания Но только до двух Как долго последние два участника этого боя Держатся в этом бою? Держатся в этом бою У нас уже все У нас Роди нету Брута нету Есть только эти двое Но они показывают Безусловно Так Так Поднимается на ноги Макаров Поддерживает зрителя, безусловно, ЧП В этом матче Хотя поддерживают и как одного, так и второго участника данного боя И реверсивный ДГТ действительно Вот ЧП Будет выходить на что-то большее Ждет, когда поднимется Артем Макаров Сейчас на ноги И поднимает на тектонический сдвиг Сейчас на ноги Макарова И наконец-то Получается этот прием удержания Один-два И... Что? Макарова оказалась на канате Мне кажется, даже скорее по случайности Но так или иначе бой все еще не закончен Вот это было крайне неожиданно, согласись? Удивительно Удивительно, что Артем Макаров Справляется И... Последний раз с таким... С таким жестким приемом Как тектонический сдвиг Один из самых жестких приемов Независимой федерации рестлинга Это факт Ну да, однако у Макарова практически сейчас не будет Шансов вырваться После... Котч стайл Не может быть Нет, Котч стайл Пока не получается Макаров треверсирует Бэкбарри дроп От Артема Макарова У него есть возможность Переходить полностью И... Ты посмотри Это был бодибэк И удержали Один-два И... Собирается Макаров Удерживает Алексея Чепачи Павлова После фирменного бодибэка Победитель этого матча Артем Макаров Мать-перемать Ничего себе Это шокирующий Для меня результат Это апсет Тревсеем Уважение К Артему Макарову Но Алексею Чепачи Павлова Как оказалось бы Уже конец Во время тектонического сдвига Но Артем Макаров Побеждает А это абсолютно сумасшедшая концовка Не знаю, сыграла ли Рой То, что это был матч Новый Бывание Но Макаров Заслужил свою победу Он кладет ее в свою копилочку И движется дальше К новым свершениям Я желаю ему удачи Увидим, что его ждет в дальнейшем И это мы увидим совсем скоро Большой вопрос Что дальше для Алексея Чепачи Планова Два поражения Подряд за последний месяц Поражения на зимнем броске В целом, похоже Последние месяцы Чепачи Павлова Не на самом Так сказать Лучшем счету Со своей Я не знаю Кармой Судьбой Всему чему угодно Ждем его на следующих неделях Как и вас, дамы и господа Ну а мы продолжаем Слава культу Поли Мы возродились при помощи ваших песен И теперь сильны, как никогда прежде Мы побороли боль И мы принимаем вас всех в ряды нашего культа Вступайте в культ Поли И смотрите, как мы дарим боль нашим противникам И наш противник номер один Это Спайк Дайсмен Слава культу Поли Запомни Зря Зря вы стали Передо мной Я заберу все, что вам дорого Я уничтожу этот культ Заберу Вот это золото Да Вот это золото я вот даже беру И Уничтожу Своё пошлое Королева пауков Победительница турнира Если я правильно помню Кубка королевы хардкора Вышла к нам для того, чтобы Рассказать нам что-нибудь Давненько моё не видели Давненько не видели, да, действительно Ну что ж, по-моему, с новогоднего безумия Вы знаете, это какое-то чувство дежавю Я возвращаюсь вновь после долгого отсутствия И Спасибо Вновь возвращаюсь к вам встречу Но в этот раз я не буду ничего просить Не буду ничего требовать Я объявляю о том, что я Возвращаюсь к выступлениям В женском дивизионе На постоянную основу С возвращением Дождались Как говорится, дела решены Травмы залечены Пора надирать задницы Но опять же Я не буду бежать в обход правил Лезть в неочереди за женский титул У меня будет время осмотреться Осмотреться и получить своё законное первое претендентство На общих условиях Потому что мне не надо ничего доказывать Я уже являюсь первой действующей королевой хардкора Ты знаешь, Яна, я тебе хочу сказать, что Что ты мне хочешь сказать? Во-первых, соседи опять шумят А во-вторых Опять телевизор Да-да-да-да А потом сверлят очень жёстко Есть дама в этом дивизионе Которая не согласна со словами Мефисто Ну, как минимум, не согласна с её тихлым королеву хардкора Это, конечно же, Пайпер Свит Которая зарекомендовала Из всех хардкорных матчей Чуть ли не больше, чем любая девушка в ростере НФР Это факт Да-да-да Да-да, это факт Действительно Вопрос, что хочет сказать Пайпер Свит сегодня? Я не ослышалась? Королевой хардкора А можешь напомнить, когда в последний раз ты хоть как-то подтверждала этот статус? Третье сентября Знаешь, даже на последнем хардкорном шоу, которое у нас было, на новогоднем безумии Ты делала что? Извини Ты ворвалась в чужой матч Ударила мальчика, который и так уже был избит И у тебя даже не было полноценного матча А напоминаю, чем я занималась в этот день Я победила Рамону в уличной драке Тем самым показав ей, что такое хардкор И показав ей, чего я стою Знаешь, Мефисто, за последние пару лет тебе даже не снились вещи, через которые я проходила Вещи, которые я творила на ринге и вне его в других местах И, знаешь, я думаю, что я готова побороться за твой кубок Ведь все-таки тогда единственным препятствием на моем пути оказалась элита А тебя я уже побеждала в хардкор-матче Причем в начале своей карьеры По фактам Сейчас? Да, 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 давай сейчас Все будет официально Не передаются такие вещи, как кубок, титулы и все остальное просто так, потому что нам захотелось Ты вроде говорила, что не хочешь лезть без очереди Хочешь все победить, все решить по общим условиям, на общих условиях Так до скорой встречи Как бы, ну, называется, пришел, накричал, сломал хорошую вещь, как в старом бородатом анекдоте Что ж, Пайпер Свит, Пайпер Свит пришла, рассказала всяких гадостей Мефисто прямо в лицо Факты И ушла Да, да, я согласен, я согласен, это факт Мефисто давно не было на ринге Да, и Мефисто нужно доказывать, что она все еще в нужных кондициях Не просто в нужной кондиции, а в нужной кондиции для хардкорного матча Ведь Пайпер Свит здесь была именно за этим Увидим, чем же это все закончится, я думаю, в ближайшие недели Что происходит? Все оборвалось? На самом интересном месте, прикинь Мейн-эвент сейчас будет, господи, да ты не переживай, я ненадолго Я тут одну интересную информацию хотел тебе рассказать Я думаю, что многие, те, кто сидят перед экранами Хотя бы раз задумывались А что если на этом ринге был бы я? Ммм? Хочешь, расскажу? А ты знал о школе рестлинга МФР? Я уверен, ты когда-то сидел, смотрел рестлинг и думал А что если там был бы я? Задумался на тему того, чтобы проверить себя здесь, на этом ринге Выйти на ринг, взять микрофон, зачитать крутое промо А потом и показать балдежный матч Все это ты можешь попробовать вместе с Независимой Федерацией Рестлинга Самое первое занятие, оно будет пробное уже совсем скоро На котором ты поймешь, твой ли этот путь Лучшие тренеры России тебя уже ждут В школе Независимой Федерации Рестлинга Все совсем скоро Все уже рядом Ты даже не представляешь 13 апреля в 20.00 Мы тебя ждем А следующий матч Что с тобой происходит опять? У меня? Да, все хорошо В этот момент у меня все хорошо У всех все хорошо Должно быть абсолютно Потому что появляются Лучшая команда Во вселенной Прям во вселенной Да Прям во всей, во всей Абсолютно Следующий матч будет боем 2 на 2 Матч за командное чемпионство Независимой Федерации Рестлинга Встречайте участники первой команды Команда Fashion Sexy Boys Анджело Моретти И Кари Свит Тебе нужно время Тебе нужно время, чтобы к этому Это осознать Все будет, друг мой Fashion Sexy Boys Здесь Две недели назад прошел матч Анджело Моретти Против Вертига Во время которого Кари Свит вышел с титулом Который до этого вообще-то принадлежал свайпу Что потенциально означает, что свайпа мы сегодня не увидим Это означает то, что Вертига нужно будет выбрать себе другого командного партнера Да, о чем они и говорили несколько недель назад А вот так И второй титул сейчас в руках у Анджело Моретти Они не являются легитимными чемпионами Они должны были стать этими чемпионами еще месяц назад Но сейчас вот-вот-вот-вот-вот Они должны держаться к стилю Посмотрим, кто станет их оппонентами Они так выглядят на их поясах Ну просто же Приемлемо Они выглядят приемлемо А вот их оппонентами сегодня будут Да, минуточку Не просто рестлеры Не просто команда, судя по той музыке, которую я сейчас слышу Подожди, подожди, подожди Что? Кто? Вертига Выйдет на войне А в сопровождении Сани Панкова Что? Что? Не может быть! Что? Это? Что это? Возвращение кибербанков в члены независимой федерации рестлинга Какого черта? Саня Панков И цифровой месси Вертига И они не просто выходят на этот бой Они выходят здесь и сейчас Для того, чтобы поставить этих двоих на место Они станут потенциально новыми чемпионами НФР Но они пришли не болтать языком, а делать дела Это кибербанки Это Саня Панков Это Вертига Это рестлеры, которые выступали за рубежом Которые разрывали рестлинг промоушены В том числе в Средней и Юго-Восточной Азии И здесь и сейчас они поборются за чемпионство независимой федерации рестлинга Как тебе такое, друг мой? Подними мне челюсть, пожалуйста Все, что я могу сказать Да что здесь можно говорить, господи Саня Панков и Вертига Против PESHON SEXY BOYS Я не отказываюсь от всех слов, о которых я говорил PESHON SEXY BOYS Ну это легенд Подожди, да я не хочу ни хера ждать Это здарно Это Панков Да, безусловно Не знаю, как ты лично, я всегда рад видеть Саню Панкову назад Да я, похоже, потерял последний, я не знаю Второй инфаркт Это случился у меня После прошлой инфардели Инфаркт, инсульт борется за сердце Грэнери Фреда Кто же победит? А в этом мы у нас будут бороться Опять киберпанке против FESHON SEXY BOYS Я жду, я ждусь, когда объявят гонку Да, тут объявят, безусловно Я просто поверю, когда последний раз мы видели Саню Панкову? Последний раз Саню Панкову мы видели... Двадцатка? Нет, двадцатка Двадцатка По-моему, на двадцатке По-моему, на двадцатке До этого вообще хрен знает, когда до этого До двадцатки Потому что там просто Титани Но это просто раздатывал башки Вся рена подержусь Ну, в двухих двоих И что, а вот и FESHON SEXY BOYS Надо помнить, надо помнить Называется матчасть Надо понимать, что это командное противостояние В котором нужно, можно ждать то, чего нельзя ожидать Как вот, вот, понимаете, как хотите Абсолютно Здесь моща на стороне FESHON SEXY BOYS На стороне Гарри Свитой Да, но прямо сейчас они укатываются за ринг Потому что берут тайм-аут Которых обычно в Рессинге не бывает Просто для того, чтобы как-то отправиться от того, что... Немножечко восстановить Немножечко Немножечко привести в порядок Немножечко восстановить и привести в порядок Конечно, конечно Мы, конечно же, называем это так Как абсолютно неангажированные журналисты Да, коллега? Абсолютно неангажированные Так или иначе Вертига уже готов к бою Посмотрим, кто из этих двоих Решится выйти с ним на один ринг В качестве легального участника этого матча Мы с тобой просто жированные Специалисты Да, что ж Дамы и господа Интересное же противостояние Нас ждет прямо сейчас Только единственный момент Который мне очень, кстати, очень важный момент Допустим, допустим Я в это не верю Но все же Сегодня победу заберет у нас Вертига и Саня Панков Таким образом у нас командными чемпионами Будет являться Вертига Свайп и Саня Панков Я уверен, что Или Свайп лишается титула командного На своем плече Это вопрос, который остается открытым Но для того, чтобы это случилось Безусловно, нужно сначала выиграть Необходимо вернуть свайпы Потому что, судя по всему, он пережил уже значайшее нападение за рингом Поэтому мы его все еще не видели На протяжении последних недель Но так или иначе Командный партнер у Вертига Не просто командный партнер, а рестлер С которым он отлично сработан И прямо сейчас он доминирует На Гарри Свитом На этом ринге Используя обыкновенный армрингер Однако Свит Реверсирует И сразу же посидит Подобие ноги Тем временем Гарри, Гарри, Гарри быстро выходит из этого положения Вертига показывает свою скорость Свою технику Каждый раз, когда он выходит на этот ринг Каждый раз это максимально интересно Да, это безусловно так Однако разрывает все-таки у нас удержание Гарри Свит И судя по всему будут переданы теги И у нас наконец-то на ринг Выходит Саня Панков Опять-таки мы не видели его С 20-летия Как он разорвал арену на 20-летие НФР Потому что никто его не ждал Он вернулся Ты что, глаза от Анжело Моретти Сразу же он Из угла в угол Из угла в угол Да посмотри, сколько, однако Ударов пропускает Саня Панков Анжело Моретти Пытается ответить ему Но нет, ты посмотри Саня сам перехватывает инициативу Панков Ну-ка, выворачивает рот И... Сдай на Панков Так просто не возьмешь Отличный салфут И... А вот и показывает себя Анжело Передача так быстро Он выдохся, надо признать Но... Но это вопрос времени И сейчас как ответит Гарри Свит За Анжело Моретти Оказывается в ненужном районе города Так сказать Сейчас Саня Панков В ненужном углу ринга Моретти Это парни, которые должны были на зимнем броске стать командными чемпионами Но... Что-то пошло не так И возможно этот салфут Есть прямо сейчас Дабл суперкик от Fashion Sexy Boys Ладно, так или иначе мы Посмотрим, кто уже окажется победителем Тем не менее у задержания сейчас Проводит Гарри Свит Но на двух Да, двух Потому что Панков опять-таки не взять Никакими хитростями Потому что Панков Несмотря на то, что Саня Панков Я пытаюсь вспомнить Но ни одного одиночного седьмого карьеры Я вспомнить сразу сходу не могу Но Панков это рестлер Которого так просто не возьмешь Даже вот такими вот Падающими боксами один за другим Нет, ты не можешь вспомнить его одиночные титулы? Или... А? У него было, по-моему, один из крутейших забегов В свое время Просто интернет-хардкор чемпиона У Саня Панкова Кстати говоря, окей Это удивление замечания Там прямо огромное количество интересных баталий было По-моему, в году в 2017 Но да ладно У нас тем временем На нем не речь Все-таки не о одиночном чемпионстве А о командных титулах Которые сейчас на кону Разве интернет-хардкор чемпионство? Ладно В 19-м году, да, появилось В 18-м и 19-м, да-да-да-да Но в новом формате Разве библиотека Я? Да slips Чуть-чуть Чуть-чуть П必 cm Полшишечки Что ж, тем временем Такие фразы могут оценить только Эдуард Дискотеков и Сексепапа Я чуть не сказал фэшн сексепапа, но о господи помилуй я только что Может быть он является отцом одних из этих двоих Откуда нам знать С равной возможности это может быть и дискотеков и супер рус Посмотри, у нас... У нас Гарри Свит помогает немножко Анжела Моретти. Он отталкивает канаты от себя для того, чтобы Моретти было проще до них дотянуться. Но так или иначе он на них дотягивается. Ну, значит, Вертиго должен придумать что-нибудь еще. Алекс. Что у нас дальше? У нас хотят успеть как можно больше на этом ринге, мне кажется. На Сане Панков и на Вертиго. Но вопрос, как у них это будет получаться. В основном, рестлеры подустали уже немножко за последнюю неделю. У Вертиго и Анжела Моретти был бой, но ты о нем вспоминал чуть ранее. И бой, который закончился для Анжела Моретти, так сказать, хорошим, приемлемым результатом. Прямо сейчас Кэмил Крач и... Удар по спине, удар по спине. Это командная работа все-таки. Да, Гарри Свит сейчас себя очень неплохо показывает. Господи, помимо. Да, Саня Панков много дал себя перекитрить. Кстати говоря, мы совсем забыли про интересный нюанс. Есть один такой нюанс. У нас Гарри Свит и Анжела Моретти противостояли Сане Панкову в разных командах, когда было противостояние молодежи и ветеранов НФР на 20-летие. Это как раз тот бой, в котором Панков наконец-то вернулся. И прямо сейчас, между тем, разгон у нас... И... Боже мой! Ничего себе! Это очень интересная интерпретация! Какая боль! Какая боль! Аргентина-Ямайка 6-0. Это вот про этот случай. Конкретно этот случай. Я не знаю, а как после этого Гарри Свиту существовать? Ты мне можешь сказать? Ну, значит, мы увидим чуть меньше Свитов. Чуть больше тонкоголосого Гарри Свита. Ай-яй-яй, у нас пытался провести хэт-бат. Саня Панков, ну, кажется, он попадает на выставленные колени. К сожалению, с этого ракурса мне немножко загораживает это все Анжела Моретти своей спиной. Своей прекрасной. Прекрасной. Тожественной. Я не буду говорить сексуальной, потому что тогда, ну, меня уволят из России. Вот, ну, вы были уволены из России. Так вот, Belly to Bell! Воверх the Head в формате удержания 1, 2 и только до 2. Вот мы любим говорить о том, что командное чемпионство ЛНФР живет и будет жить. Потому что это продолжение того наследия, которое у нас есть. И я признаюсь честно, мне интересно увидеть и Гарри Свита, и Манжела Моретти, и Панкова и Вертига в качестве чемпионов по двум причинам. В случае с Моретти и Свитом, это, конечно же, новая молодая кровь, которая откроет новую страницу. А в случае с Панковым и Вертига, это возвращение того престижа, того уровня, достаточно высокого, который был этого цвета ранее. Однако, смотрите, какая интересная командная работа и удержание 1, 2 всего лишь до 2. Любили в свое время такую командную работу, ты знаешь, похожую, делать DIY, если ты вспомнишь. Кстати говоря, действительно. Вот-вот, сейчас такие отсылки я вспоминаю. Вы знаете, в последнем бою Fashion Sexy Boys была отсылка к FTR, а сейчас отсылка к DIY, так сказать. Но, да ладно, надо было заволировать для наших зрителей. Ну да, это означает то, что они очень внимательно смотрят, скажем так, записи лучше. Либо я сошел с ума, и у меня просто в голове библиотеки перемешаны друг с другом, поэтому... С другой стороны, они чему-то доучатся, как минимум, пока что на ринге все-таки доминирует у нас Fashion Sexy Boys. Или Fashion... Интересно. Fashion Sexy Boys. Fashion Sexy Boys. Перенеси эту фразу 10 раз, и ты сойдешь с ума. Fashion Sexy Boys. Перешли это своим друзьям 10 раз. Или Fashion Sexy Boys придут к тебе. И... Ладно, так или иначе. Так, если нас смотрят, а нас смотрят девушки, девушки, проверьте, может, это работает. Возможно. Что ж, да, нам расскажите, потому что мы не хотим повторять это 10 раз, потом отсюда выгонять Анжела Моретти и Гарри Свиту очень сложно. Что ж, а все-таки комментаторская позиция как-никак. Сюда попытаемся попасть. Да, достаточно тесно. Так, да. Так вот, Анжела Моретти у нас посреди этого рингта готовится. Какая пилочка. Какая пилочка. Провести следующий прием. Огромное количество... Слушай, ударов сейчас наносят как Анжела Моретти, так и Гарри Свит. Еще трэш-тока добавляют, безусловно. И... Ты знаешь, как бы Саня Панков не оказался в той самой тетрадочке месте. Но это я среку. Как знать, как знать. Так или иначе у нас опять-таки продолжают работать команды эти двое. И... Что дальше? Он промахнулся. Он промахнулся. Он случайно повел фейм из Ирнила Панкова. А на Гарри Свит именно. И это возможно сейчас провести коронные приемы в коронные фейм из Ирнила Панкова. Небольшие мехи с вином. Это означает то, что мы можем увидеть прямо сейчас... Сможем ли мы увидеть технику пьяного мастера от Вертига? Работает ли это так? Не знаю. Увидим ли... Неужели? 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 Интересно, учились ли они друг у друга этим секретным техникам? Так или иначе у нас Вертига все еще стоит на ногах, что удавалось немногим после этой заветной зеленой бутылочки. Это означает то, что... В которой водичка. Обычная. Конечно, безусловно, обычная водичка. Мы не пропагандируем. 18+. Так вот. Спасибо, что мы это сказали. Чуть ли не 21+. Вообще, нисколько плюс. Но все. Вертига, посмотри, как он раскручивает у нас Анджело Моретти. Хочет, чтобы у него голова кружилась так же, как видимо у него сейчас. Однако... Ну как? Даже если не держится на ногах, то делает все очень вальяжно. Прямо сейчас Вертига. Реверс, стомпа, подсечечка. И оказывается, на конуась у нас Анджело Моретти. Посмотри, поднимает его. Вертига отталкивает от каната. Вы... Подсечка, подобие ноги. Подсечка, да, хорошая подножка. Действительно, действительно. Работает хорошо. Отличная, отличная техника. Отвертига вот так вот. Ты знаешь, я бы сказал, что это кофин-дроп. Но не совсем кофин-дроп. Снова отсылочки все равно остаются, дамы и господа. Пишите в комментариях, кому мы отослались в этот раз. Такс. Поднимает потихонечку самопровозглашенного командного чемпиона. Наоборот, самопровозглашенный бог рестлинга. И самопровозглашенный командный чемпион. Рестлинга это факт. Это факт. В каком месте факт? Прямо сейчас он выпускает Джоу Брекер от Вертига. Передача тега настоящего пьяного мастеру. А значит, то, что Гарри Свитой сейчас будет ждать вообще ничего хорошего. Вот это от него не полет на что. Да, я предлагаю, знаешь, пьяного мастера комментировать только так. Только в подобном формате. Потому что пьяные мастеры, пьяные комментаторы. Это шикарный дуэт. Такой может быть. Я воздержусь. Дуэт. Или дуэт. Он дуэт, джаз дуэт. Да посмотри, то, что у нас на линке происходит. Панков. Сколько ударов. И все мимо. Все мимо, потому что пьяный мастер. Ты понимаешь? Он. Зато операция в Кали. Какой нокаут. Тут просто глупой. Свет, вырубай. Страшно вырубай. А так он пропускает колено прямо в голову. Сицилийское колено. Ну, сицилийское не сицилийское. Но у нас бой немножечко был перехвачен. Смотри, Маретти. Все. Сворачивание. Один, два. Всего лишь до двух. Что у нас дальше? Мне очень... Ты слышишь этот смешочек? Ты слышишь его, да? Я даже не знаю, кого он. Я не знаю. Это... Посмотри, какой интересный прием. Он буквально ломает копчик ему этим приемом. Потому что первым приземляется именно Анджела Моретти. Какая жесть. И тут вопрос. Как все это сейчас будет реализовать? Саня Панков. Гарри Свит, господи, как тебе не везет? Сколько ударов пропускает Гарри? Посмотри. Джебы. Пьяные джебы от Сани Панкова. Сработано, отлично. И вся арена поддерживает. Он как неудачно споткнулся и головой прямо... Это было так... Это было так и задумывалось. Прости, господи. Это удержание-то один. Это два. И Свит зачем-то вырывается. Я бы на его месте уже поскорее был. Ты знаешь, никто не думал. Судя по песням наших фанатов, никто не думал, что между ног у Гарри Свита первым окажется все-таки Саня Панкова. Так, ну что? Так или иначе, Анжела оказывается легальным в этом матче. Такс. Анжела Моретти допускает фатальную ошибку. То есть какую? Если ты не знаешь ничего про технику пьяного мастера, за бутылку не берись. Так, да. Сочетание из оглушителя и негбрейкера от киберпанков означает то, что, скорее всего, для Анжела Моретти все может быть кончено. Судя по всему, ты знаешь, что я... Посмотри, посмотри, какая интересная команда работала. За то, что происходит сейчас на ринге. Ничего себе, какую... Интереснейшая мельница. Это двойное удержание. Один, два и три. Новые командные чемпионы независимой федерации рестлинга. Цифровой вертига. Цифровой мессия вертига, Саня Панков продолжит историю командных титулов. Командный дивизион ВНФР жил, живет и будет жить. Киберпанки, да? Новые командные чемпионы независимой федерации рестлинга. Саня Панков и вертига. Какое возвращение для Саня Панкова. Судя по всему, на постоянные выступления в НФР. Мы его видели на двадцатке, мы его видели сейчас. Он лучше в форме, его командный партнер вертига лучше в форме. Они новые чемпионы НФР. И они достойны этих титулов. И я тебе честно хочу сказать, что очень, очень не везет, конечно, фэшн секси бойс. Последние недели, последние месяцы, они не спирают. Последние годы. Это вот, это сказал не я, это сказал он. А кто я и он? Грэн Рефренд и Иоанн Игнатов. Спасибо, что были с нами. Поздравляем Киберпанков с тем, что они стали командными чемпионами. Остается открытый вопрос. Как у нас будет, кстати, дела со свайпом? Потому что он выиграл командное чемпионство вместе с вертига. На, а интереснейший друг, кто же станет той командой, против которой они защитят свой титул первый раз. А чтобы ответить на эти вопросы, смотрите выпуски ударов. Оставайтесь с независимыми всероссийсками, поставьте лайк, делитесь своими друзьями, пишите комментарии, ставьте колокольчики. Мы пойдем отдохнем. Пока. Всем большое спасибо и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok